МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Я вас жду. Вы меня напугали? У нас удивительная способность появляться неоткуда. Пришли вон здесь. Где они? Секунду. Оп. Нету-то. Пожалуйста. Боже мой. Натуральный Буратино. Он в вашем распоряжении. Ну что, Артемка, здравствуй. Скучал по мне, да? Я вижу, что скучал. Ну что, братина, поговорим? КОММЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Беленко, Артем Николаевич, 46 лет. Это его машина? Да, непонятно только, что он тут забыл. Ну, возможно, встречался с кем-то. Ну, кажется, не удалось общению. У меня, кстати, со свидетелями тоже не сложилось. Никто не слышал выстрела. Я и просто не обратил внимания. Стреляли с близкого расстояния, на лице следы пороховых газов. А вот, похоже, телефон убитого. Бардачок проверь. Дифинопам. Это что? Дифинопам. Это такой транквилизатор. Используется для лечения неврозов и неврологических болезней. Артем Беленко зарегистрирован в Твери на улице Подводников, дом 14. Раньше жил в Москве. Вы науезжали? Абсолютно точно. А 10 лет назад у него была родительская квартира. Может, он связался с черными риелторами? Сколько алкоголиков вывезли в соседние области? Он не похож на алкоголиков. У него костюм приличный, обувь хорошая. А что у него в социальных сетях? В интернете нет никаких следов Артема Беленко. А сейчас почти у всех есть своя страница? Ну, он вообще какой-то мутный. Из Твери пришла информация, что Беленко в своей квартире не появлялся полтора-два месяца. Вот тебе пуль из головы покойного. Я думаю, что она тебе не понравится. Угу. Безбороздок. Гладкоствольное оружие. Да, стреляли с близкого расстояния, возможно, меньше метра. Ты расскажи, Варя, мне что-нибудь, чего я не знаю. Время смерти. С 15 до 15.30. Слушай, ты издевающая, что ли? Я просто не знаю, чем тебя удивить. Все-то ты видел, все-то ты знаешь. Я все понял. Я пошел. Ну, подожди. Есть у меня кое-что. Как говорится, козыри в рукаве. Видишь? Круговые гематомы. Он был связан около шести-семи дней назад. Подумаешь, ноги связывали. Может, он любил всякие такие любовные игры. Ты-то откуда знаешь про всякие такие игры? Глубину моих познаний не исчерпать чайной ложкой твоей иронии. Угу. Ну, это ты мощно задвинул. А то. Телефон покойника куплен без регистрации сим-карты. Я говорила, что он мутный какой-то. А ты вообще уверена, что это его трубка? Ты меня обижаешь. Раньше у него был нормальный и зарегистрированный телефон. Но два месяца назад Беленко перестал им пользоваться. Перешел на нелегальное положение. Не знаю. Но я знаю, кому он звонил перед смертью. Ее зовут Мишина. Ирина Станиславовна. Так может, эта Мишина и грохнула у мужика? Подкралась, пока он с ней разговаривал? Не может. Во время звонка она была здесь, в Черногрязево. Нам сюда. Здравствуйте. Что надо? Вы кто такие? Федеральная экспертная служба. Майор Круглов, капитан Шустав. Здрасте. Что ты с Витей? Витя, это кто? Это мой сын. Что с ним? Ирина Станиславовна, мы по поводу вот этого человека. Артем? Что случилось? Вы его знаете? Конечно. Артем Беленко, мой сосед бывший. Мы с ним даже встречались недолго. Когда встречались? Лет тридцать тому назад. Ну, а когда вы видели его в последний раз? Полтора-два месяца как. Он же уехал. Отцовскую квартиру продал. Бизнес хотел начать. Мы даже завидовали тогда. Он что, разбогател? Машину купил, шмотки. Потом разорился. В провинцию уехал. На нижнем белье убитого есть следы интимной близости. Женщины? Ну, я просто спросила. С ней. Вот теперь сюда смотри. Кровь. Это не просто кровь. Кровь принадлежит близкой родственнице женщины, с которой у убитого был секс. У нас намечается любовный треугольник. А возраст обеих теток выяснил? Ты слишком много уходишь. Самый точный методопределение возраста по ДНК. Основан на количественном анализе перестроек. ТСР в телемфоцитах. А, ты что-то рассказывал. Количество перестроек отражает активность тимуса. Это как-то связано с возрастом. Точно, точно, точно. Все. Для этого только нужно иметь нормальные, неповрежденные образцы. А замытая кровь на брюках дает разброс за 20 лет. Так что, облом. Артем нашел меня в старом дворе. Говорит, мол, еще работаю, помоги. Все такое. А чем я ему помогу? А где вы работаете? Да я мелкий чиновник в соцзащите. У нас самые так такие зарплаты, что не забалуешь. И сокращения грядут. Я ему так и сказала об этом. А он продолжал звонить иногда. А где он живет? Без понятия. А вы не знаете, почему у него телефон без регистрации и сим-карты? Да я вообще о нем ничего не знаю. Чего вы меня пытаете? Что с ним? Его убили. Застрелили. В машине в начале четвертого. Ясно теперь. Я же говорила с ним тогда по телефону. Раздался хлопок, и он отключился. Похоже, что вы слышали звук выстрела. Федеральная экспертная служба расследует убийство 46-летнего Артема Беленко. Артем застрелен в упор из охотничьего ружья. Непосредственно перед смертью Артем разговаривал со своей бывшей подругой и соседкой по двору Ириной Мишиной. По словам Ирины, Артем несколько лет назад продал московскую квартиру, пытался начать свой бизнес. В машине Беленко находят сильный транквилизатор дифенопам. Галина Николаевна, дифенопам из машины убитого куплен в муниципальной аптеке. Это же очень сильный препарат. Среди побочных есть даже частичная амнезия. Да, рецепт написан на имя Светланы Монтуровой, 4-х лет. Родители у нее есть? Есть мать Полина Игоревна Монтурова, 26 лет. Ясно, спасибо. Спасибо. Мы встречались с Артемом. Он замечательный был. У вас серьезные отношения? Да куда уж серьезнее. Пожениться хотели. Даже кольца выбрали. Нам нужно... Света, перестань посыпать мальчика песком, сколько же можно. Извините. Ничего. Мне надо взять образец ДНК у вас. Откройте рот. Да что вы его убили? Мы не знаем. Мне нужен образец ДНК у вашей дочери. Да, конечно. Светочка. Следы интимной близости на нижнем белье убитого приезжают Полине Монтуровой. А кровь на брюках? Дочери Полины, Светлане. Если бы Беленко избивал девочку, вряд ли мать называла бы его необыкновенным, замечательным. А если она таким образом отводит подозрения от себя? Может, Беленко покупал транквивизаторы, чтобы получить доступ к дочери? Но Светлане всего четыре года. А что говорит сама Полина Игоревна? Это неправда. Тема Света по-настоящему любил. Откуда тогда кровь? Ну, понимаете, Света, она сложный ребенок. Она у невролога наблюдается. И что? Это очень хороший врач. Он выписал нам транквилизаторы. Мы одну таблетку на восемь частей делим. Да хоть на двенадцать. Какое это отношение имеет к крови девочки на штанах вашего любовника? Вы знаете, у Светы истерики бывает. Она падает на пол или на асфальт. Бьется головой, может, кровь разбится прямо. Это постановление на обыск вашей квартиры. Мне кажется, или это хороший игровой ноутбук? Ой, ему пять лет. Вот тогда он действительно был очень крут. Четыре тысячи баксов стоил. Это сколько в тогдашних рублях? О, много. Погоди. Шустав? Вот черт. Ладно, спасибо. Тебя же прикосило. В квартире Монтуровой ни ружейной смазки, ни пороховых газов. Никаких следов прибывания ружья. А что ты там говорил? А, я говорю, что он неплохой комп для матери-одиночки. Ну, Полина не всегда была одиночкой. Пять лет назад у нее был муж. А где сейчас? Объелся груш? Погиб в автокатастрофе. О, это я что-то неудачно пошутил. Ладно, короче, следов покупки ружья в компьютере Полины нет. А что есть? Ну, есть, например, удаленная переписка с каким-то Виктором. Виктор пишет Полине, что скучает без нее, предлагает встретиться. Отличное предложение для матери с нездоровым ребенком. Ну, вот она, например, на это и отвечает. А Виктор пишет, давай погуляем вместе со Светой. Похоже, у этого Виктора тоже серьезные намерения. Поначалу Полина отвечает на каждое письмо, потом через раз, но главное, тон ответов. Стал суше? Мне некогда, у меня нет времени, мне нужно подумать. И, наконец, Монтурова пишет, что у нее появился мужчина. Артем Беленко? Она не пишет имя, просто мужчина. И они собираются сыграть свадьбу. Точно он. А когда началась переписка? Ну, примерно пять месяцев назад. Тогда же на ноутбуке переустанавливали операционку. Так и есть. Я с компьютера Дима покупал. Бывший муж? Да, он неплохо зарабатывал. Можно? Вот. Он замечательный был. Дочку любил очень. А кто такой Виктор? Витя? А, ну, месяцев пять назад я поймала вирус на компьютер. Ну, знаете, выскакивает баннер, заплатите деньги и все такое. Заплатили? Нет, у нас в доме сосед живет, Витя Мишин. Он помогает с компьютерами, ну, и берет недорого. Он отремонтировал вам ноутбук и стал забрасывать вас любовными посланиями. Ну, не только. Он звонил, заходил в гости, цветы покупал, продукты. Ну, если продукты? Если бы вы знали, как я устала жить одна. Я думала, у нас получится что-нибудь. Не срослось? Вот как оно могло срастись, если этому соседу всего девятнадцать? Виктор на семь лет моложе Полины. Ну, знаешь, семь лет не двадцать. Я знаю, куча пара с большой разницей в возрасте, и все у них хорошо. Вот только сама Полина с тобой не согласна. Как только на горизонте нарисовался настоящий мужик... Это про убитого? Про него. А на молокососа вот так вот, оп, пинком под зад. И в Беленке под бочок. Знаешь, ты какой-то недобрый. Это не мы такие. Это жизнь такая. Зато у нас есть новый подозреваемый Витя Мишин. Подожди, его фамилия Мишин? Ну, да. Это сын той тетки, которая звонила убитой, когда его застрелили. Да, я знала, что у Вити и Артема сложное взаимоотношение. Они ухаживали за одной девушкой. После этого Беленка просила вас помочь ему с работы? По-моему, даже просто не понимал, что что-то не так. Простота, она хуже воровства. Надо и все. А почему вы сразу не сказали об этом? А я знала, что вы к Витьке будете цепляться. Ну, мы все равно узнали. Ну, что же я, по-вашему, на собственного сына доносить должна? А где ваш сын был вчера в 15 часов? Здесь, на даче. На любом суде подтвержу. Вначале четвертого я кинул письмо, а намыл одному кенту. Кенту намыл. Приятелю отправил письмо на электронную почту, по мобильному интернету. Ну, чего вы к словам придираетесь? Я предпочитаю общение на человеческом языке. А, вспомнил. Я еще фотку в соцсети выложил, в соседней улице. Деревенская жизнь. Да нет, там просто объявление прикольное висит. Пойдемте, покажу. Пошли. Когда вы последний раз видели из Беленка? Нет, три назад. Полина написала, что замуж выходит. Но я решил поговорить с этим уродом. Поговорили? Он мне морду набил. Сволочь. Это он? Нет, я вчера. Неважно. Че, им баб мало, что ли? Че он к Полине прицепился? А ты чего? Я другое дело. Конечно. Я ее люблю. И мне плевать, что у нее было с этим козлом. Вы и сейчас готовы жениться? Да хоть завтра. Жаль, не я крохнула там. Пришли. Вот это табличка. Во время убийства Беленка телефон Виктора Мишина находился в районе поселка Черногрязево. А что с фотографией в соцсети? Вот она. Злая собака, злые дети. А снимок сделан и выложен в сеть в 15.35. Значит, Мишин во время убийства был все-таки на даче. Галина Николаевна, в 15.20 Мишин со своего ноутбука отправил электронное письмо знакомому у мальчика алиби. Я уже рассказала про фотку в социальной сети. Просто не человек, а какой-то ангел с крылышками. Нет, на ангела он не тянет. Скорее на мелкого беса. Нашел что-нибудь? Да, вот на этом накопителе. А это что? А это любительские снимки эротического содержания. Многие такие фотки делают. Потом прячут в каких-нибудь дальних папках. Виктор Мишин ремонтирует соседские компьютеры. Во-во. И благодаря этому имеет возможность спокойно копаться в чужих компьютерах. Вот это вот соседка из третьей квартиры. Вот это из семнадцатой. А это парочка из двадцать второй. А вам кто-нибудь жаловался на сына? Нет, что вы. Но он не зарабатывал на этом деньги? Не шантажировал соседей? Да нет, я бы знала. И потом соседи же слово плохого никогда править не сказали. Да, не сказали, потому что не знали, чем вы занимаетесь. В собственной машине застрелен 46-летний Артем Беленко. Артем и 19-летний мастер по ремонту компьютеров Виктор Мишин пытались добиться расположения Полины Мантуровой. Полина, мать-одиночка с больным ребенком, симпатизировала взрослому Артему. Во время убийства Виктор разместил фотографию в Инстаграме. Выясняется, что Виктор копировал себе непристойные снимки из компьютеров клиентов. Ну это просто любопытство. Ничего такого. Я же никому это не показывал. Тем более я уже бросил. Почему? Меньше заказов? Да нет, с заказами все в порядке. Просто я встретил Полину. Ну а Полина-то при чем? Вы не понимаете. Любовь, она обменяет человека. То есть ты сейчас другой человек? Нет, ну я, конечно, тот, что и был раньше. Просто мне теперь, кроме Полины, никто не нужен. Мне на этих теток неинтересно смотреть. Витька мне до Полины все уши прожужжал. Она на него плохо влияет. А нам он сказал, что она делает его лучше. Ну не знаю. Может на первых порах там влюбленный, все такое. А теперь, черт что. Пьет что ли? Да регулярно. Может от безысходности. А он вам не рассказывал, откуда у него ссадины на лице? Нет, а что? Он же вчера с каким-то мужиком на нашей речке подрался. Ну и как успешно? Вполне. По морде получил и телефон в речке утопил. Красота. На минутку. Да мы уже почти закончили. Пропуск я вам выписал. Вы можете идти. До свидания. И вам все хорошо. Поехали домой к Беленко. А откуда адрес? Ты заработался? От Полины Монтуровой. А, поехали. Беленко снял эту квартиру примерно два месяца назад. И приблизительно в это же время он познакомился с Полиной. Ну, это можно объяснить. Она живет в его старом дворе, а он искал квартиру в знакомом районе. А как вот это можно объяснить? Джинс. Что с ними не так? Держи. Видишь, эти гематомы на щеколотках? Похоже, в этих штанах его связывали. Ну-ка. Тут что-то есть. Не что-то, а ворсеньки от хлопковой веревки. И что нам это даст? Ноги связывали хлопковой веревкой. Капитан, очевидность снова в нашей лаборатории? Ага. В компании с майором наблюдательностью, подполковником Мудростью и полковой... Поняла, спасибо. Что-то получилось. Кто у нас попался? На ворсеньках веревки слюна Алексея Лобова. В смысле слюна? Он что, ее облизывал? От этих извращенцев что угодно можно ожидать. А что, Лобов извращенец? Да еще какой? Так надо ехать за ним. Уже съездили? Лобов месяц сидит в СИЗО. Лобов Алексей Васильевич. Двадцать четыре года. Подозревается в изнасиловании Алины Ежовой. Жертве семнадцать лет? Она возвращалась одна с дискотеки домой. Это аналесники? Так точно. Там странная история произошла с насильником. Его долго не могли найти. А потом Лобов сам сдался полиции. Явка с повинной? Да. Он показал в лесу место преступления и показал, куда выпустил презерватив. А еще что-то, кроме его слов, в деле есть? Позвольте. Да, конечно. Генетическая экспертиза подтвердила, что биологический материал принадлежит Лобову и его жертве. Да меня заставили признаться. Как это? Вы же сами пришли в полицию. Если бы я не пришел, он меня бы убил. Кто он? А вас же никто не знал. Да я не знаю, кто он и как его зовут. Здоровый такой мужик. Заснул меня в багажник, связал да вывез в лес. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот так-то. Какой веревкой вас связывал похититель? Обычный хлопковый. А что? Ты берега попутал? Здесь вопросы задаю я. Ты отвечаешь. Да ладно. Я так ничего не хотел. Дальше что? Что-что? Отвез меня в лес, заставил себе могилу рыть. Потом приставил лопату и говорит, сейчас я здесь кончу. все. Колени! Жить хочешь? Хочу. Хочу все сделать. Значит, слушай меня внимательно. Сейчас идешь в полицию и говоришь, что ты девчонку изнасиловал. Понял меня? Понял, понял, понял. Где это было? Куда выбросил презерватив? Я же надеюсь, ты помнишь? Помню. Помню. Хорошо. Все сделаю, пожалуйста. Сейчас бегом домой, переодеваешься и сразу в полицию. Бегу! Так же нельзя. А если бы Лобов не насиловал, так ведь кто угодно признается. Похоже, человек, который попросил его сдаться, был уверен. Но у нас в этой истории свой интерес. Веревка из багажника? Угу. Лобов запомнил марку машины и часть номера. А почему же не нашли хозяина? Очень даже нашли. Геннадий Филинов, бывший полицейский. И что? А ничего. В то время, когда Лобову везли в лес, он встречался со своими друзьями. Полицейскими. Бывшими и действующими. Угу. Железное алиби. Мужики, а что за проблемы? Я что-то нарушил. Багажник откройте? Откройте, откройте. Это что? Это веревка. Зачем она вам? Хотел на балконе натянуть. Белье посушить. Шутник. Руки. Галина Николаевна, значит, веревка из машины Геннадия Филинова идентична той, которой связывали ноги убитому Артему Беленко. Ее можно купить в любом хозяйственном магазине. Что с телефоном задержанного? Сам он никогда убитому не звонил, но пересечение есть. Общий знакомый? Филинов звонил на мобильный телефон некой Елизавете Григорьевне Стефанович. Стефанович как-то связан с убитым? Пару месяцев назад Стефанович и Беленко регулярно созванивались. А почему тогда его раньше не проверили? Она звонила на старый номер, купленный на имя Беленко, а новый без регистрации симки она, видимо, не знала. Мы жили с Артемом. Я пытала иллюзию создать семью, последнюю любовь, и прочие глупости. Он вас бросил? Ну, если бы все было так просто. Он уговорил меня взять кредит для создания общей фирмы, потом снял деньги со счета и сбежал. Даже так? А почему вы не обратились в полицию? Причем здесь полиция? Это же моя глупость. Он развел меня, как девчонку. Действительно, влюбленная тетка теряет способность думать. А кто такой Филин? Специалист по решению женских проблем. И его телефон дают только очень близким людям. Так это он нашел Артема? Да. Я уговорил его вернуть деньги. Тихо, тихо, Горю. Пошли. Стой. Раз, два. Все. Тихо, тихо, тихо. Все. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Здесь мне подожди. Хорошо? Вот, отлично. Трам-бам-бам. Скучал? Ну, я вижу, что ты скучал. Ну что, Буратино, поговорим? Я все отдам. Счастливо, все отдам. Ну, как же ты отдашь? Ты же не работаешь. Я, 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 я уже работаю, работаю. Я уже, уже работаю. У меня заказ хороший. А можно его опустить? Да как скажете. Шею ему не сломай. Давай, давай, родимый, давай. Давай, давай, давай. Вот так. Ну? Что за заказ? Рассказывай. Ну, в общем, одна тетка попросила обольстить бабу одну. Зачем? Да. У нее сын девятнадцатилетний. Хочет жениться на двадцать шестилетней тетке, у которой еще дочка больная. А ей это надо. Понятно. И вы ему поверили. Через два дня он пришел и принес швейцарские часы за пятьдесят тысяч евро. Я взяла их за тридцать. Неплохой бизнес. Любовное сумасшествие прошло. Теперь главное деньги вернуть. Извините. Вообще-то, ты не вовремя. Филинов в день убийства встречался с разными людьми. И в кафе, и на вокзале. Несколько раз попадал в камеру видеонаблюдения. Может, пригодится для разговора с твоей бизнесменшей. Спасибо. То есть, вы не заказывали убийство Артема? Должников не убивают. А потом, знаете, я ему даже благодарна. он лишил меня последних иллюзий. А то я расслабился, раскиснул. Идиотка. Вот часы, которые Беленко отдал в качестве оплаты долга. Настоящие? Самые, что ни на есть. А вот эти же часы на руке мужа Полины Мандуровой. Выходит, убитый украл часы у Полины? Да ничего он не крал. Вот эти часы. остались от бывшего мужа. Теперь искай копию. Им цена три копейки. Можно? Я боюсь вас расстроить, но это действительно подделка. А на руке вашего мужа оригинал. Да они же одинаковые. На фотографии винтики с крестообразной головкой. На этих с обыкновенной. Здесь стекло заподлицо, а на этих оно выступает. И что это значит? Беленко понял, что у Полины настоящие швейцарские часы. Но она считает, что это китайская копия. В противном случае Полина могла бы их продать пару лет спокойно жить на эти деньги. Беленко купил копию, подменил, оригинал отдал за долги, а Полина так ничего не узнала. Это же легко проверить. Сзади на ободке всегда остается эпители хозяина. Ну что, нужно эксгумировать труп мужа Полины? Зачем? У него же есть дочь. В ДНК запитали на часах и ДНК дочери Полины Светы Мантуровой нет общих аллелей. Это значит, что погибший муж Полины не является отцом своей дочери? Можно было подумать, что эти часы мужа Полины не принадлежали. Но это не так, это его часы. Андрюша, а откуда ДНК мужа Полины? Нашли его старую кепку. Полина изменяла мужу. не зря Мишина наняла знакомого, чтобы он не позволил ее сыну жениться. Материнское сердце не обманешь. Да, я наняла Артема, чтобы он соблазнил Полину. А что его смущает, что Полина старше или что у нее ребенок? Меня все не смущает. Не нравится мне, понимаете? Не нравится. Я лучше знаю, что нужен ему сыну. Лучше, чем он сын? Конечно. Ему 19 лет всего, он ребенок еще совсем. Это все, конечно, хорошо, но откуда у мужа Полины часы за 50 штук. Он всю свою недолгую жизнь проработал обычным клерком в офисе. Слушай, а может, часы не такие дорогие, как мы считаем? Нет. Часы именные из лимитированной партии. На каждой при продаже оформляется именной сертификат. Кому изначально принадлежали эти часы? Это можно узнать? Некому Матвею Исаеву, но куплены по банковской карточке бизнесмена Валерия Жукова. Кто все эти люди? Матвей Исаев это зять Жукова, но часы куплены еще до свадьбы Матвея и дочери Жукова Людмилы. Значит, за два дня до покупки часов Матвей был избит, попал в больницу. Вот он пишет на своей странице в социальной сети. Зато с Людой все в порядке, трепещите, гады, вылечусь, всех найду. Да, по-видимому, он защитил невесту Люду от каких-то злодеев. А будущий тесть этим так впечатлился, что сделал ему дорогой подарок? Ну, точнее узнать не получится. Полгода назад Матвей вместе с тестем, тещей и женой попал в автокатастрофу. Выжил только Матвей. И где он сейчас? Сейчас он в больнице. Врачи утверждают, что вроде бы мозг не умер окончательно, но за полгода никаких улучшений. Хорошо, но а как часы попали от Матвея к Дмитрию Монтурову, мужу Полины? Может, Дмитрий украл часы у Матвея? Никаких заявлений о краже. Тогда я не понимаю. Матвей, Дмитрий и Полина выросли в одном дворе. Может быть, Дмитрий оказал Матвею какую-нибудь очень серьезную услугу? Угу. Настолько серьезную, что тот расплатился часами за 50 тысяч евро. Постой, постой, я не сказал тебе самое главное. Ну? Помнишь алиби Виктора Мишина? А это тот 19-летний парень, который влюблен в Полину Монтурову? Там что-то было связано с фотографией. Он нас обманул. Что происходит? Зачем вы арестовываете моего сына? Мы подозреваем его в убийстве, Артема Беленко. Какое убийство? У него же алиби, вы проверяли. Он фотографию разместил в соцсети, там геометка есть. Можно посмотреть, где и когда она была сделана? Вот этот снимок. Видите, позади конденсационный след от самолета. Здесь летают самолеты и что? Два раза в день. В 12 и в 17. Этот след не мог держаться так долго. Значит, снимок сделан в другое время. В какое другое время? Вот стоит время 15-35. Я предполагаю, что он сфотографировался накануне, а вы вывели снимок на экран телевизора, пересняли его и выставили в соцсети. Это неправда! Я думаю, что он специально утопил свой телефон, чтобы мы не могли найти вот эту фотографию. Мы искали улики в личном компьютере Виктора Мишина. И это было ошибкой. Нужно было проверять компьютеры, которые он ремонтировал. Он заранее готовился к убийству? Да, он предполагал, что мы будем потрошить его ноутбук, и поэтому подстраховался. И что ты нашел? На компе соседки по подъезду есть следы переговоров на ружейном форуме. Виктор спрашивает, как можно купить ружье? Неужели он так сильно любит Полину, что готов ради нее убить? Боюсь, любовь тут ни при чем. На ноутбуке другого соседа есть запрос к облачному сайту. Это место, где хранят информацию в интернете. Я в курсе, что такое облако. Что ты там нашел? Расписку. Я Матвей Исаев, обязуюсь ежемесячно платить Дмитрию Мантурову пять тысяч долларов в течение трех лет. А также швейцарские часы за то, что Дмитрий женится на Полине Кононенковой, признает своим ее ребенка. Ничего себе. Вы по привычке искали в компьютере Полины откровенные снимки, а нашли расписку Исаева. Не знаю я никакого Исаева. Вот компьютер говорит о том, что вы собрали о нем в интернете всю информацию. Виктор Борисович не только собрал информацию на Исаева, он еще навестил его в больнице. Зачем? Исаев ведь в коме. Виктор Борисович очевидно взял у него образцы ДНК, чтобы убедиться, что он действительно является отцом ребенка Полины. Ну вот, Матвей Исаев отец Светы Мантуровой. Получается, что Света единственная наследница всей бизнес-империи Исаева. Узнав об этом, юный компьютерщик воспылал любовными чувствами к 26-летней ее маме. Ну а что? Тетка разведенная, больной ребенок. Будет рада любому мужичку. Только мать компьютерщика об этом не знала и решила спасти сына от этого ужасного брака. Угу. И наняла знакомого обормота, чтобы он разрушил свадьбу. Понятно, что о действиях мамы вы ничего не знали и решили, что Беленко злодей-одиночка. Вот и застрелили его. В сарае вашего дома нашли металлическую стружку. Вы там пилили ствол ружья, когда делали обрез. Ну да, Ир. Ну скажи ему, что мы женимся, да? Да ну что ты говоришь-то? Да пальцем я его не трону. Ну, а вон, кстати, он идет, по-моему. Витька! Э, парень! Да ты, да ты чего? А! 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 Ваша мама хотела вас спасти. Выложила снимок в соцсети. Я видел, как Исаев на вечеринке Полину но вы понимаете. Что конкретно вы видели? Полина тогда пьяная в дупель была. Я на дереве сидел, но там метра три от окна. Тринадцать лет. Я особо тогда ничего не понял, кроме самого действия. Использование беспомощного состояния на юридическом языке называется изнасилование. Ну да. Когда я расписку видел, в голове все сложилось. И что получилось? Исаев хотел жениться на дочери одного крутого коммерса. Если б тот узнал о беременности Полины, к Исаеву кирдык. Но он нанял друга, чтобы прикрыть его. Руки. Муж Полины подстраховался. Попросил расписку, чтобы Исаеву в голову глупые мысли не лезли. Расписка, она же всего на три года была. Ну правильно. Девять месяцев беременности, два года семейной жизни. И докажи в этом через столько лет, что тебя изнасиловали. Что ты этого не хотела. Полина не знает, что у нее был коммерческий брак. Она считает, что у нее была большая любовь. А муж умер и не успел сказать, что не любил ее. Думаешь, лучше оставить ее без наследства, но со светлыми воспоминаниями? Честно говоря, я бы выбрала воспоминания. Полине нужно лечить ребенка. Ее и так всю жизнь обманывали. Если еще и мы обманем, совсем беда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова